Так, понимаете в чем дело? Я, наверное, скорее всего знаю, чем занимался министр все это время. Потому что я на практике это наблюдал, когда реформа наша, так называемая, медицинская, хотя больше это все-таки похоже на геноцид украинского народа, когда все это начало, его поставили на пост министра. И тогда я, как представитель трудовых коллективов, воочию наблюдал, как происходит взаимодействие между МСЗУ, Министерством охраны здоровья и Департаментом здравоохранения города Киева. И министр конкретно занимался тушением пожара, который называется медицинская реформа. Почему-то, когда горела, по сути, медицинская отрасль вся, когда закрывались больницы, когда закрывались тубдиспансеры, когда просто масса врачей выходила на улицы и требовала, чтобы хотя бы зарплату продолжали платить в том объеме, потому что им нужно лечить. У них там коронавирус, у них не хватает материала и так далее. И когда все это происходило, то от одного пожара министру приходилось бежать к другому пожару, а потом еще каким-то образом рассказывать на пресс-конференциях и озвучивать цифры коронавирусные, которые у нас по Украине происходили. А при всем при этом контроль за финансовыми потоками, чтобы он смог за что-то реально взяться и ответить, чтобы его даже хотя бы департамент здравоохранения слышал. Так нету. Теперь НСЗУ решает и департаменты здравоохранения по городам и по областям. И фактически, даже если министр что-то и говорит, и я был этому свидетелем, даже если что-то пишет, требует от департамента здравоохранения, то департамент здравоохранения может просто не реагировать. Ну вот просто. Нету никакого закона, который обязывает выполнить департамент здравоохранения. А вы предполагаете, что нужно, чтобы у нас был хаос, чтобы у нас было много казаков и гельманов прямо в медицине? То есть я не представляю. То, что вот произошло, по сути, это хаос. Когда получается... Представляете, когда... Поэтому тут не для того, чтобы это хаос продолжать, а чтобы сделать конструктивные вещи. Так это как минимум начать нужно с отмены этой медицинской реформы. Но власть уже пообещала МВФ, что у нее не отменили.